Утро в горах всегда туманно. Это не зависит от того, пасмурная погода или нет. Туман садится вместе с заходом солнца и рассеивается с появлением первых лучей. Вчера за ужином мы долго совещались, как провести нам остаток нашего путешествия. В Закарпатье здесь не слишком много мест, куда можно было бы поехать. Все мы уже и так видели по сути. Мы были и на Синевере, мы были и в Ужгороде, и в Мукачево. Везде мы были. Константину в голову пришла идея, что если нам напрячься и сходить на последний двухтысячник, который мы еще не покорили. Это гора Петрос. Почему именно Петрос? Дело в том, что на него нужно идти из Лазейщины, из Закарпатья. Соответственно, мы находимся примерно в этой локации. И у нас есть шанс закрыть абсолютно все двухтысячники украинские Черногорского хребта. Мы уже были на Гаверле, на Попыване, на Ребрах, на Гутентамнатик, на Бребенескул, на обоих озерах, на озере Бребенескул и озере Несамовытым. И у нас один единственный Петрос остался. Из-за этого слишком соблазнительное вот такое вот путешествие, сходить на него. Конечно, силы у нас уже не те после предыдущего путешествия, но я думаю, что у нас вполне может получиться. Это одна из самых сложных гор по подъему. Вроде бы как, мы же там не были. План будет следующий. Мы поедем в село Лазейщина, там будем ночевать, готовиться к походу. Соберем все манатки и завтра утром пойдем в поход с одной ночевкой. То есть идея какая? Дойти до подножья Петроса, там переночевать, а потом налегке подняться на Петрос. Наталочка категорически не хочет на него лезть. Там очень лютый подъем, там длина полтора километра и подъем на 500 метров. То есть уклон 100 метров подъема на 300 метров длины, это достаточно серьезный уклон. И туда нам категорически нужно идти налегке. Сейчас еще все спят, потому как еще достаточно рано, 8 часов утра. Скоро все встанут, поднимется солнышко. Тут будет все залито солнечным светом. И мы будем собираться, просыпаться, есть и ехать. Маша продолжает заниматься фрилансом в горах Карпат. Костя, тебе пишут по поводу заправки баллонов газовых. Ну да, когда-нибудь тебе руки оторвет, чему ты учишь людей. Какой холодильник, выкопай погреб в земле, как раньше. А ну да, это же надо копать, тратить энергию. Зато похудеешь. Это походу мне. Ну, опять про одноразовую посуду. После таких, как ты, кругом валяется одноразовая посуда. То, что мы ее палим, либо вывозим, людей, видимо, не доставляет. Купи советский брезент, натяни его между деревьями. Не нужен никакой шатер. На короняк пленку для теплицы купи и натяни. В 80-х годах все так жили и не умерли. А ты шатер, шатер. Вози с собой рулон брезента советского. Со складов каких-то. Палатка, конечно, быстро раскладная. Но по качеству советской, типа, домик брезентовый не сравнится никак. Это понтовый шлак, как по мне. Я сам купил автоматический шлак подобный и скажу, что это факты. Люди покупают какое-то говно. Раскладные однослойные палатки, которые вообще ни под что не годятся. Максимум на зимнюю рыбалку прийти, согнутом на таком виде посидеть. И потом считают, что все раскладные палатки плохие. Вот эти вот палатки, я не знаю, мы попадали в абсолютно различные дожди. Ничего никуда не текло. Фирма есть фирма. Вот и солнце вышло. Сразу развеялся весь туман. Впервые за поездку решили поесть мивины. И то есть только Маша. Вот такой хендмейт. Традиционный розыгрыш мусора. Общий мусор мы ни разу не возили. Мы только свой возили. Да, конечно. Я традиционно искупался в речке. Я не могу ехать. Мне надо ехать чистым. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот в этом месте поесть бограча, но потом вспомнили, что мы здесь когда-то его ели. Это был худший бограч в нашей жизни. Такое ощущение, что помыли кастрюлю и, собственно, нам это вот разлили. Потому что он был абсолютно жидкий. Лежал жирный кусок мяса и одна картошка. Вот и все, вот и весь был бограч. Сейчас нам нужно понять, как отсюда попасть в Лозещу. Ну, вроде бы, как есть два пути. Костя поехал вперед, он у нас за штурмана сегодня. Нужно выехать к большим таким вот курортным комплексам. И оттуда мы будем спрашивать, хорошая ли дорога в долину. Если хорошая, то поедем по ней. Нет, поедем там в объезд. Погода перестает нас радовать. Мы заехали в какой-то очень плотный фронт. Льет львеняка. Секунду выскочила к багажнику. У меня просто все мокрое, из меня течет. Это что вообще за погода такая? Нормально, самая лучшая погода этим в городе. Просто не представляете, какой чушь им сейчас будет заниматься. Просто жесть. Краску эту нужно закреплять температурой. Поскольку у нас нет ни фена, ни утюга, у нас есть горелка. Будут сейчас эксперименты настоящие. Поэтому сейчас мы... Но это надо сделать обязательно, иначе все пропадет. Даже коты сбежались посмотреть на это. Ну что, Маша говорит, что все запечаталось отлично. Все будет работать. Качество. Дело сделано. Главное, чтобы не было боков. Маша обещает, что боков не будет. Будет спрашивать у заказчицы, все ли нормально. Потому что бока мы не любим. Пока мы тут занимались ерундой, Наталочка с Олей на базарчике покупают телятину, что-то там еще, овощи, фрукты, финики, цукаты, мандарины и лимоны. Я снимала видос девочке, которая заказчица, и она вот написала, боже, какая красота, очень круто, мне нравится. Спасибо вам огромное. Пробка. Что вы думали? Оля за Пепси полезла. А я думал, за сосисочками полезли. Наверное, сосисочки уже внутри. В кабине. Стоим в пробке уже минут 15, причем нет встречного движения. Такое ощущение, что какое-то или ДТП серьезное на трассе, или я прям не знаю. Сходила в багажник за провизией. Очень долго стоим, хочется кушать. У меня штрудер. Не знаю, чем отличается от кирожка. Думаю, что это гораздо вкуснее. Господа, вы не знаете, куда мы едем? Там впереди сплошной дождяра. Мы подъезжаем к Еремче, нам нужно на Лозещину. Смотрите, там стеной все стоит. Вот это да. Такого еще не было. На этом все. Отключаюсь. Ну, спасибо. Еремче ощущается очень-очень курортным. Такой вот насыщенный городок. За ним у нас Мукулычин. Известное пиво там варят. А потом уже Лозещина. У меня есть один товарищ. Он фрилансер. Так вот он, когда году, наверное, в 2012-м попал в первый раз в Карпаты и заехал в Еремче. Сказал, что здесь рай на земле. Я здесь остаюсь жить. Я остался на пару лет. Жил тут. Очень ему нравилось. Ну, наконец-то мы с таким дождем увидели очень яркую радугу. Очень много всевозможной техники. Судя по всему, можно взять в прокат квадрики и нанять джипы для того, чтобы съездить в горы. Прям такая индустрия мощная. В Лозещине мы повернули в сторону Ясиней. В ней находится то ли база, то ли кемпинг. Не знаю, название Казменщик. Собственно, нам туда. Постоянно проезжает техника, людей везут, то туда, то обратно. Такой популярный туристический маршрут. Судя по всему, по этой дороге нам открывается вид на Гаверлу. Сейчас она закрыта. А вот там вот справа Петрос. Я оказался прав. Гаверла очень с резким таким пиком. Хорошо видно издалека. Ребятки, мы доехали. Видно очень хорошо и Гаверлу, и Петрос. С острым пиком Гаверла. Перед ней Гаверляна. Вон дорога прям маршрут на Гаверлу. А справа у нас Петрос. Петрос у нас еще не покорен. Задача на завтра у нас залезть на Петрос. На эту очень крутую, своенравную и сложную гору. Ну, а внизу тут Альпийская долина. Дорога на Ясиню и Казменщик оставляет желать лучшего. Примерно такая же, как на Дземброню и Быстрец. Грунтовка с камнями. Очень интересное покрытие на доме из деревяшечек мелких, как чешуя. По дороге уже второй раз попадается лесовоз, спускающийся с гор. Пилят Карпаты безбожно. Все старые дома покрыты чешуей. Впереди нас КПП. Здесь нужно выйти из машины, насколько я понял, записаться. И потом только ехать дальше. Пять, пять, пять. Ви наговорили? Ні, ми на Петрос. Петрос. Я вас мушу объявляти, по 30 грн. з особи. С чоловика. С дорослой. Дитинам ничего не дар. Так, с нас по 30 грн. С 150 грн. Взагально, мы на вас прийти. Повертатись. Тоді же. Угу. Угу. Дякую. Квиток не выкидывать. Там будет патруль. А что-то сфоткать надо было. Якийсь номер телефона. Номер телефона вот туда сфоткайте. Туда. Далее, что вы приезжаете на Козмешик, там ночуете, там есть готельчики. Можете, автомобиль есть, где поставите готельчики, потому что палатка это ваша. Три столицы, ну, нет, до Петроса дольше. На 7,5 км. Ну, на длинную дорогу. Дольше. У нас четыре с чем-то годин нужно подниматься. Все. А то мы в этом году последние 2,5 км сфоткать. Уже везде были. Везде. Ну, это молодо. Даже на них до 2000-ти были, на Менчиле. Не меньше. А на Мараморосково были в Астанале? Нет. Нет. 2000-ти. Николи не были там? Нет, не были. Ну, собирайся. Дуже гарно. Пойдем, пойдем. Дуже гарно. Там машина красоты. Пойдем. Все, спасибо. Заразумило, дякую. Первые 500 метров нам сказали, будет такая жесткая дорога. Можно и поддоны попробивать, поэтому будем ехать очень внимательно. Все зависит от водителя. Вообще, едем 6 километров вверх от КПП. Вообще, масло из поддонов – это норма. Неплохо, черт, ну. По дороге надо пополнить запасы воды. Гремит и, кажется, дождь начинается. Едем выше и ищем хорошее место для кемпинга. Официально это худшая… Я вторую включил. Только хотел сказать. Официально это худшая дорога в горы, по которой я ездил. Потому что я ехал только что все время на первой передаче. И только вот сейчас включил вторую. И Костя по рации сказал то же самое. Появляются первые пешие туристы. Идут налегке. Как там в горах? Не особо. Я не советую. Слышали, нам не советуют никуда идти. Давай придержимся их совета. Маша ноет, ехать не хочет. Я не хочу. У меня натерты ноги, я не отдохнула после предыдущего похода. У него защемил седалищный нерв. Он еле сидит, но все равно собирается переться в горы. Ну что делать? Сейчас будем делать гимнастику для седалищного нерва. Место для кемпинга прям с беседкой и прудиком. Начался маршрут на Петрос. Доехали даже до какой-то базы. Здесь, видимо, можно снять номера. Да, направо, на указатель, на полонину Головчейска, Петрос, Квасы. 27 километров, до Петроса 10 километров. На полонину 8 километров. А налево там тоже куда-то можно пойти. На Гаверлу 7,5 километров. Это все понятно. Ночевать надо искать. Я смотрел по спутнику. Вот если я сейчас направлю вверх, то там слева есть место вроде. Понимаешь? И прямо есть через мост. Вроде тоже на Гонтахе кемпинг показывают. Понимаешь? То есть надо, грубо говоря, хотелось бы сходить посмотреть, а как идти дождь идет. Давай подождем чуть-чуть. Ну, можно отъехать в сторону, встать пока. Подождать, переждать. Можно надеть на кого-нибудь дождевик и заслать. В принципе-то уже почти и разведневается. Но льет не меньше. Я никуда не пойду. Не смотри на меня. Вот это поворот на двух операторах на Киевстаре и на МТС. Нет связи вообще. Зеро. Тут МТС нет связи, а тут лайв. Нет связи. Прикольно. Приехали. Объясните мне, как тут люди живут? На Ренок Аптюр, судя по всему, у него клиренс побольше, чем у нас на Гольфах. Вот такое кино. Пришлось машину переставлять, ради того, чтобы сфоткаться вон с вершиной Петроса. Сверо, на стол, значит, слайпа вниз. Внизу речка, место для романтика. Здесь будет наша полянка. Костя паркуется. Я немножко поставил боком машину, потому что мы здесь не одни. Немножко прикроемся от них. Ну, там вроде бы вменяемые дядьки в районе 50 лет. Поэтому все должно быть хорошо. Мы не любим вообще, когда рядом люди. Но тут выбирать не приходится. Везде есть люди. Посмотрите, насколько это эпично. С этого места офигенный вид на Петрос, куда нам нужно идти. Вот это вот вершина его. Неужели туда возможно подняться? Общий маршрут порядка 10 километров. Сразу сходу начался движняк. Расставляем стулья, столы. Потому как скоро будет темнеть. Кроме мужиков, еще люди в кемпинге чуть дальше. У них там костерок, греются. Тент, как нам рекомендовали из брезента. То, что надо. Что-то дядьки там подкинули в топку огня. Чуть не сгорело все. Сейчас в срочном порядке заряжаем все, что можно. Рация. Здесь заряжаются два фонарика. Пауэрбанки уже заряжены. Еще нужно будет зарядить на ночь все телефоны. Я смотрю, вы так неплохо сидите. К пиву у нас колбаса. И клещи жареные в масле. Еще какие-то червяки белые. Острахандрот детский. Помимо этого нужно определиться, какие мы баллоны будем с собой брать. Нужно взять максимально заполненные. Поэтому их надо взвесить. Сколько там? 100... 215. Давай второй взвешу. Сколько? 215. Так это было. Так вот тоже. Но нам на один день хватит. Готовится интересное блюдо. Это говядина. Повар, которого я смотрю, Василий Емельяненко, он рассказывал, что без строганов делался, создано было как блюдо, которое для голодных и безденежных студентов. Реально. С подливкой такой вот, столовской. Я любила столовскую блюдо. Так все ее любили. Потому что другого ничего не было. Но идея там была в том, что взять самую такую жилистую говядину и тушить ее до тех пор, пока она не станет вкусной. И, собственно, на этом и основано блюдо. А у Вас тут, я смотрю, отборная телятинка, которая, Наталочка сказала, пахнет прям молочком, да, наверное? Или чем пахнет? Потом туда лучок, морковочка, заправка будет томатная. В общем, слюни текут уже сейчас. Помидоры салатные будут из-за лещика. Уже резко потемнело, буквально на 20 минут прошло. Мясо дожариваем. Сейчас будем его тушить. Поставили воду уже на рис. У нас будет рис с мясом. Вот такой стакан риса. 400 грамм на 6 человек должно хватить. Купили заправку для борща. Она вот такая вообще универсальная, на самом деле, отторчена. Заправка с болгарским перцем. Будет у нас в качестве томатного наполнителя. Еле заставил Серегу раскладывать палатку. В темноте делает это. На самом деле уже достаточно холодно. Надо надевать жилетку. Температура 14 градусов. Ты поставил уже палатку? Красавчик. Костя с наталочкой тоже решили сразу поставить свою будку. Наша уже на месте. Нужно только надувные коврики расстелить. Настелить сверху коричневую подстилку. И подушки закинуть со спальниками. Девчонки играют в морской бой. Потому что связи мобильной здесь нет. Нельзя здесь... Не на одном операторе. Не инстаграм посмотреть. Не маме позвонить. Телеграме посидеть. Когда закончились все зарядные порты, в принципе, можно камеру подключить вместо видеорегистратора. Пусть заряжается. Замерзает. Что-то у нас газ в баллонах. Прохладненько. Еле-еле кипит рис. Тут почти готов салат. Ну и мясо доходит. Рано что, Маш, еще отрежь туда. Близится время нашей еды. На термометре плюс вроде бы 12-13. Все готово. Надо насыпать. Я сегодня отказываюсь насыпать. Очень простое блюдо. Думаю, они справятся. Давай, не-не. Не держи. Просто по ложке сначала. Рис на по ложке. У нас, конечно, такая иллюминация, что люди просто бледные. Видите, что там у них темнота. Какие-то свечки горят. Или костри, непонятно. Ничего не видно. Для сравнения, как у нас. Это самое, наверное, сложное блюдо, как его варить. Каждый раз оно разное. То ли от риса это зависит, то ли от температуры, то ли от воды. В общем, беда с ним. Чтобы получился рассыпчатый рис, это вообще, я не знаю, что закончить высшие курсы кулинарного мастерства. Вообще, так воды отлей. Я к тебе саду. Не касается? Давай поменяемся местами. Хочешь? Я саду сюда. У меня стул такой. У меня стул, мне как бы все равно. Горелка, не мешай. Смотри, видишь? Нормально туда. Прорезешь? Да. Ну все, давай. За Петра. Погодите, погодите, не спешите, я вас мигом проглочу. Потому что оно все капает. Он где-то слабит. Я тоже теперь сама. О, за Петра, да. Пусть он нам поддастся. Неплохо. Смотри. Смотри. Пусть он нам поддастся. Т participar. Поехали.